хоба привет с вами доктор влад и у нас сегодня плюс 15 градусов но это пекло практически вчера вообще 10 было вот это вообще что-то кошмарная я чего-то не помню я вчера у жены спросил ты помнишь такого в августе ну она говорит не говорит я не помню она дольше меня живет ну в смысле здесь вот у нас в чикаго в носе непонятная погода так что еще какие новости мне вчера тут написали доктор влад 6 августа у лены у елены барабаш день рождения если вы поздравите будет приятно конечно поздравлю господи я полез свериться сколько там оказывается юбилей не просто так но это член нашей команды ребята лена мы вас поздравляем от всей души от чистого сердца ребята вы пишите когда у вас день рождения не стесняйтесь что тут стесняться то я поздравлю озвучу так сказать ну ладно вот приятно сегодня приятный выпуск такой хороший да вот она родилась 6 августа а у нее юбилей был в прошлый раз это я посмотрел да а ну ладно ничего все равно хорошая дата ладно смотрим дальше что что у нас тут зеленский обсудил с лукашенко экстрадицию задержанных россиян и вот где-то тут я сегодня на яндексе уже высмотрел это на риа новости о на украине и ну это значит это советская то есть от российский какой-то источник заявили о согласии лукашенко выдать задержанных граждан рф это заявил украинский журналист дмитрий гордон после интервью с белорусским лидером александром лукашенко гордон даже туда пробрался ну надо же но посмотрим что будет а я слышал что-то американцам хотели выдать или куда-то в австралию ну ладно так чё тут еще а это новости фиг с ним в москве задержали еще одного задержали бывшего проректора мгу гришина слушайте проректор мгу ну чё проворовался что ли наверно хочу еще то т т т т заключила договор цессии цессии по компании с ними что такое по которым право требования д д д д долг восемьсот шестьдесят пять миллионов но жули короче да кто б сомневался господи там можно развернуться жены горд стареют а третьекурсницы никогда это какой-то профессор так сказал инвест программа ростелекома в 2020 году превосит сто тридцать пять миллиардов рублев сто тридцать пять лярдов ой инвест программа ростелекома с ума сойти в европе возникли четыре вопроса к российской вакцине от коронавируса что обещает россия на каком этапе находятся исследования но все нарисовано живут что думают об этом ученые ну какие именно ученые российские что что говорит всемирная организация здравоохранения босс ну сколько денег дадут она столько и скажет чё какой разговор путин смысле сколько даст то же самое скажет глава минпромторга денис монтурев отмечал помните да отмечал что к началу 21 года россия будет выпускать несколько миллионов доз вакцин от коронавируса в секунду нет не секунду в месяц да какая разница но вред так все понятно да дальше московские врачи спасли приглотившего связку из двух ключей ребенка вот они связку то они спасли ну конечно домой заходить а он проглотил но все отвезли его отвезли его медицинское учреждение сам малыш ни на что не жаловался наличие народного тела рентген ну и достали прям так вот и достали магнитиком конечно что там хорошо все хорошо видите сегодня какие хорошие новости украшавший себя орденами на портретах российский экс-чиновник отправился под суд какой-то сергей седаш бывший вице губернатор ростовской области по вопросам жкх при обысках у него нашли его портреты с орденами и медалями дебил какой-то да и поведу дебил любовница энди картрайта рассказал ну этот расчленительница а любовница его рассказала об отбиравший у него деньги жене вот он поет поет она раз у него все деньги отобрала она даже сказала что за один из концертов 2019 году рэпер взял гонорар наличными чтобы не отдавать деньги супруги отмечается что артист брал деньги у любовницы при этом средства она переводила на карту кухал я даже не знаю что такое кухал а кухал это фамилия ужас и за все за это надо расчленять кошмар требования российского миллиардера к цб назвали экзотичными это олег дерипаска но он вообще опустился ты-ты-ты-ты-ты что он там требует мне представляется очень экзотичным требование олега владимировича дерипас не перевести центральный банк в подчинение минфина ухты надо было в центральный банк в подчинение полиции перевести вот бы они сразу менты бы возрадовались ну тоже какая-то чушь ну веселая чушь а арендатор фортуны не намерен предоставлять баржу для достройки северного потока 2 ну надо же как отмечает рбк работы в водах дании до сих пор не возобновлены возобновлены им уже все разрешили давайте давайте они никак не могут начать баржа какая-то вот эта фортуна труба укладочная работа в водах дании до сих пор не возобновились хотя согласно решению датского энергетического агентства это можно было сделать с 3 августа сегодня шестое ха никак что-то с этим потоком на псовет руса точно на псовет тут буквы ее нету русада рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения гануса но это этот лидеры лидер русада с этими с наркотиками антидопинговое агентство короче вот хотят его уволить ну правильно другого поставят неизвестные захватили офис общественно-наблюдательной комиссии москвы вы тут вообще ураган здание находится в крапинском переулке бла-бла-бла по словам мельникова ну какой-то мельников ответственный секретарь вот это вот о н.к. по словам мельникова представители комиссии не могут попасть в здание так как люди крепкого телосложения не пропускают их выбрали вы вызвали полицию однако полиция отказалась вмешиваться это гражданский правовой спор сами люди захватившие здание утверждают что имеют документы на него однако пока ситуация похожа на попытку лидерского захвата в уши рует а вообще-то помпео объявил награду в 10 миллионов долларов за данные о вмешивающихся в выборы деньги могут быть выплачены за идентификацию или обнаружение лиц которые вмешиваются в выборные процессы сша по поручению иностранных правительств ребята давайте тролли тролли сдавайте получите 10 миллионов долларов ха вот это здорово и это хорошо было бы в россии за сутки выявили 5204 заразившихся коронавирусом это вчера сейчас данные так поздно публикует что это вот за вчерашние за вчерашние сутки 5200 но сегодня будет 5300 я так думаю это что такое еще ищет патологии и читает научные статьи зачем медицине искусственный интеллект это значит сайт называется будущее россии ох ребята будущее россии не не искусственный интеллект а как в пещере провести освещение вот списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер благодаря росту цен на золото семья сулемана керимова впервые оказался на вершине российского списка в рейтинге форбс с оценкой станет 24 7 десятых миллиарда долларов долларов ребята они опередили бывшего лидера владимира потанина о ребята какими деньгами шуруют в москве обокрали коттедж тиньковых вот это да сам миллиардер сейчас находится в англии он проходит реабилитацию после трансплантации костного мозга да чё с ним такое творится у него и рак обнаружили у него и коронавирус обнаружили вот сейчас неизвестный проник в дом взломал два сейфа и похитил вещи на сумму более 1 миллиона рублей ему осталось грибами только отравиться что ли что парашют не раскрылся но вообще на мужика все свалилось все да вот невезух то а вот интересная статья россияне вспомнили самую отвратительную еду из детства самую невкусную так пользовательница под ником фасолька вспомнила манную кашу и тефтели в морковном подливе который готовил детском саду так кто тут еще тоже меню ага тоже школьное меню подлива молочный суп с макаронами гороховое пюре манная каша с комочками тушеная капуста и макаронной запеканкой запеканка все очень вкусно ребята вы чего вот вареный лук это да и это мне не нравилось ну ладно сейчас кстати вареный лук я тоже не ем ну вот жареный с удовольствием сырой да вареный как-то вот память из детства мне не позволяет ладно опубликовали эксклюзивные шокирующие кадры из берута ребят ну тут вообще-то у них там пол горда снесло и в общем маются но вы знаете взрыв там был да вот тут комментарии аммиачная селитра это просто удобрение она не детонирует сама по себе для этого нужно тщательно перемешать с дистоплива например и даже он не детонирует сам по себе нужно ну обязательно нужно как-то подорвать ребята непонятно как они там хранили как подорвали вот так не так все это просто чтобы удобрение взрывалось занимательная физика журнал аркадия бабченко что-то мне тут это что-то мне тут заинтересовало а ну вот он рассматривает ударную волну в частности и да вот он говорит уже так с точки зрения ударной волны на то что мы видели да аммиачная селитра это практически готова взрывчатка видите другое мнение совсем а он там воевал где-то да бабченко практически готова взрывчатка она может детонировать самопроизвольно от давление если один на один сложить слишком много мешков ну вот так вот такие варианты стороны это можно только гадать ребята они не признаются никогда какие документы нужны россиянам для загран поездок ну ребят час вот новые дела до теста теста нужно обязательно вот в танзании например а где такая ужесточила правила въезда и требует справки об отрицательном тесте на коронавирус причем в ней обязательно должно быть написано по-английски слова негатив потому что прочитать русские буквы местные пограничники не могут хорватии как мир меняется в хорватии нужно предъявить свежий процент тест а в великобритании каждый уезжающий должен провести две недели на карантине беларуси турции черногории на мальдивах справка об отсутствии коронавируса не потребуется у ребят с ума сойти назван продукт улучшающий настроение так ну и какой кроме шоколада что а дыня 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 благотворно влияет на нервную систему ребята если у кого плохое настроение дыньку да я здесь впервые увидел фруктовый салат и с тех пор его делаю мне очень нравится да мы в саратове как-то этим не занимались отдельно все кушали стало известно непоправимых изменениях во внешности за воротнюк ребята вот такие дела внешность актрисы существенно изменилась на фоне болезни артистка понимает что с ней произошло не хочет показываться на публике вот так непоправимые перемены на начать волосами на полненькая стала ось жалко девчонку но что-то мало не свинит и второй белорусский фронт это антон орех пишет лукашенко не параноик не псих и не клоун он очень нервничает истерит паникует по одной простой причине против него открыли второй фронт было время когда батьку называли последним диктатором европы но потом владимир владимирович прихватил крым обошел лукашенко во всех рейтингах рейтингах ужасности с большим запасом а григорьевич начал подмигивать западу крым не признавал ну бла-бла-бла ну чё тут смысл то в чём санкции нам уже не страшно это имеет суда россия после крыма нам вообще все фиолетово а за минск заступаться как за киев поди еще не станут в конце концов будет вместо двух диктаторов один и вместо двух источников беспокойства один общий у путина чутье он понимает что положение лукашенко хрипкой как никогда что железо уже горячо и вот-вот надо будет ковать но смысл в том что путин собирается сожрать белоруссию ребят сожрать ну посмотрим перед белорусским народом замаячила жутковатая перспектива либо еще бог знает сколько лет жить с нынешним опостылившим мужчиной во главе страны либо внезапно получить другого мужчину который опостылил нам как-то вот он все вот говорит обтекаемо но смысл такой что да путин может может захватить белоруссию есть такой вариант не что-то не верится мне тут уже сегодня кто-то писал ой вчера еще писали да что белорусы и не против путина вроде бы не знаю не верит но может отдельный там экспертиза днк подтвердила на нахождение ефремова за рулем во время дтп но взяли вот это вот подушка там подушка безопасности конечно хлопнула и на ней вся морда ефремова с соплями вся отразилась ребята ну так ведь это с одной стороны вроде бы это да это подтверждение а другой стороны написать то могут все шоу год вы меня понимаете видео видео нужно посмотреть чтобы да он сидит хотя и видео могут поделать так ладно смотрим что тут еще нет пожалуй пропущу давайте сразу в твиттер залезу а вы где вы интересно владимир матов а вы где бы хотели чтобы сдетонировал склад с нитратом аммония и почему именно около кремля помните он говорил в лану д разместят цитаты путина на автобусах и вот твиттер откликнулся первой должна быть цитата пока я президент повышение пенсионного возраста не будет да он так говорил да тасс на дальнем востоке произошло самопроизвольное складывание одной из опор моста пострадали до 20 военных запомните а лучше запишите не мост рухнул а произошло самопроизвольное складывание да ребят но это как взрыв хлопок там и так далее фотография и написано подписано архангельск все равно выглядит хуже берута ну берута взрыв да и вот архангельск его никто не взрывал просто вот грязище ложи дома покосились боже ж ты мол да все так может кто-то объяснить что лишь что плешевая мразь кушает на 62 миллиона в день да вот у него сейчас так вот путина содержит на 62 миллиона в день арендую склад объявление арендую склад для хранения аммиачной селитры рассмотрю любые предложения в радиусе 5 километров от кремля да вот русские вот так шутит до шойгу раздал десяткам тысяч военных по 23 тысячи рублей которые взяты с налогов граждан у половины которой зарплата меньше этой суммы долбанное рядство можете не прощать мой француз алиса пункт я вчера показывал да там это алиса алиса спрашивает она говорит что будет двухтысячном году да и вот этот вопрос дает алиса а рядом с кремлем есть крупный склад селитрой пресс-секретарь шойгу зовут россияна морковская 26 лет звание генерал-майор 26 лет ну там потом уже опровержение были что она штатская поэтому у нее звание вроде бы какие-то другие вот но все равно вот на этом уровне примерно 26 лет я чё со мной было 26 лет а я в сибири работал после института ой 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 кошмар да после оценки объема негатива сумма заказа будет увеличена в 10 раз это знаете на что усы пескова пишут цик россии на центральный избирком до россии заказал на 1 и 2 десятых миллиона рублей мониторинг негатива и фейков о себе в соцсетях чтобы следили да ну вот усы пескова пишет после оценки объема сумма заказа будет увеличена так ну вот не знаю аркадий бабченко ну то есть не то что не знаю я знаю я все это вижу второй раз и аркадий бабченко он значит где-то надо был подборку русофобов 27 апреля восемьсот пятьдесят шестого года михаил иванович гринка уезжая из россии в германию бросил на землю на на границе бросил на землю платье разделся и чтобы дух русского с собой случайно не прихватит плюнул на русскую землю и сказал и крикнул дай бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны ее людей это гринка михаил гринка и шагнул под шлагбаум из воспоминаний сестры композитора и вот аркадий бабченко пишет мне стало интересно я не поленился нашел русскую старину том 2 бла 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 все-таки он не раздевался но на русскую землю плюнул это вот прям вот истина да когда мне никогда более этой гадкой страны не видать ох и опалы и вот алексей толстой тоже русской нации сейчас не многого стоит русское дворянство полное ничто русское духовенство каналии не существует уже и флота этих геростих каналий три четверти которых я бы велел повесить бог ребята и тут цитаты тургенев да вот между прочим пешкова да значит не не пешков это антон павлович чехов вот да меня всегда это поражало никогда нигде в россии ни в одной деревне нельзя купить не мясо не курицы ничего а совсем меня убило когда я увидел как в деревне приезжает автолавка и крестьяне покупают капусту и картошку капусту в деревне зато водки да хоть залейся кто это пишет антон павлович пешков а пешков это горький горький алексей толстой и так далее ребят вот так оно вот как было так и есть все осталось ладно у меня все но чтобы не было так грустно у меня сегодня ролик начало августа от нашего владимира букова посмотрите он там малины уже двенадцатый раз собирает всего хорошего и до следующих встреч пока с вами доктор влад вчера самородина сегодня малина хорошие мои я не вот честно говорю я уже запутался запутался какой раз я собираю в этом году малину 6 или 7 раз уже не помню просто в этом году и у вас очень очень много ладно одно дело сделано пока дождя нет надеюсь что и не будет а вот сейчас мне постоит сжечь вот этого старенькую скамейку и уже много-много лет все пора на костер нет новый на делает ну все пока все осталось тут еще немного ягод малина нужно знать так это но зубок ходить и срывать и есть все у нас сегодня 1 августа мух плохой бабушка уже вытащила его на просушку вот помидорами дайте они как бы заболели уже заболели так и бабушка барабала все листья ну не все конечно не все вот посмотрите что из творится у нас так надо будет взять на семена мариновый гигант сорт кумир я уже отобрал до семена вот он мариновый гигант вот он этот куст я вам показывал уже целом неплохо целом неплохо ой а там целый гроздь висит вниз мы какие-то то ли подарок женщине то ли еще какой-то но это f1 но их их не жалую как-то и здесь полно полукрасных короче с помидорами все ясно да вот это что до бараша начали созревать но их не жалую нет нет ой извините дни заборала это мои любимые это новинка 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 вот доборала вот их я как-то не жалую уж больно знаете такая кожа грубая нет не для меня ладно да что такое ребята я видел я видел его но поздно включил камеру елки-палки а думаю дай-ка на удачу скажу сейчас ну-ка там погляжу я видел его видел как он плыл ох обидно обидно камера не была включена ну ладно доброе утро сегодня 2 августа 2020 года туман чуд там где-то сегодня выходной после двух таких очень тяжелых дней уборки сена и так далее 5 бы разумеется и вот такой отдых с утра сейчас вот собрал помидоры и красные не совсем красные ну что в основном а томатный сок ну что-то будем разумеется есть но в самом а томатный сок но очень хорошо жаль что карина его не любит фугат кислый глупенькая и живом настоящий натуральный стопроцентный сок а не кем там дары прикувания сплошная химия все сейчас займёмся сбором черной смородины еще да да еще черная смородина все бах оказывается у нас на терраске еще тут помидоры лежат сейчас бабушка освободится с вареньем и начнет их перерабатывать замечательно все носок ну где дома мало надо там знаете я ищу сосиской и жареными дольками помидор и все и еще раз немного баклажанах он видите висят какие ковалки что здесь вот что здесь он они вот так вот он там он и так далее везде я вжёгся с первым баклажаном все приготовил по рецепту но он казался мало того что горьким он еще оказался пересоленым еще масло в сколзу я набухал бабушку не видела убила бы меня за такое количество масла попробуем еще раз но это немножечко погодя немного погодя так ну что есть баклажан есть все нормально перца тоже есть ну здесь показывать вам это маленькие правда все специи все хорошо он я ковалки растут но это д денис до денис это ранний перец ладно все и вот последние черные смородина полблюда дед набрал ну и ладно и осталось теперь на очереди белые смородины и красные смородины на компоты это гортензия но немного другого вида снимаю соседки света вы посмотрите какое какие это просто красавцы кусты стоят мощные высокие 1 2 вниз тур красота и порядочек он там 3 4 ой ну красавцы ну красавцы нас такие маленькие пока ладно 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 вон они какие как бы они не ложатся а стоят прямо замечательно 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 так вам последний кузда прийти высокие мощные замечательно вы знаете хорошие мои буквально два дня назад я собираю помидоры красные полукрасные и сейчас не сейчас нет на сегодня а завтра завтра найду время то есть у меня сейчас колыбная работа такая пропалывание картофеля перед выкопкой опять буду собирать посмотрите они не очень крупные но нам не нужны крупные так все они пойдут на сок а самый настоящий томатный сок ой мы видно все да замечательно замечательно вот общий план картофель показывать не буду пока весь не пропалю все бабушка все просит снять не вот именно эти ливии а я все забываю до чего же крупные лепестки ну скажем так сантиметров по 8 если не 10 прекрасной линии лилии я нахуй чтобы потом дать малык оскол шклакнуть еще и белые лилии надо их отделить друг от друга хочет она деление вот именно эти лилии развести все саду чистота и порядок газончик все хорошо все хорошо ой виноградик есть показывать не буду нет смысла он еще зеленый не такой крупный дед на сегодня устал все завтра с утра опять про полка картофеля на целую неделю ко мне приехала одноклассница таня соколова с дочерью помните самолет села на кукурузное поле так это она сейчас открывается дверь и улезает танечка давай что что ну здравствуй милая записывай конечно или здравствуй милая здравствуй пойдемте хорошего я просто вступительный такой в америку пошлю к я вышла добрый до все выключаю все мои хорошие выезжают пока батарейка есть давать ими едьте аккуратно все давайте милые мои пока пока давайте целую хорошо целую вас давай давайте давайте пока пока ладно туман а что ты мне давно лапы не давала дай лапу туман о молодец молодец дай другую другую дай другую о молодец дает другую но молодец умница умница вот все знаете что хорошие мои вот проводил я таню сновей не так грустно стало в душе когда еще увидимся вот черныш а вон там туман парочка неразлучная ну все не пойдет сверху саде речек сорвет и есть вот так